Скорочтение становится популярным. Городской конкурс «Читаю быстро» доказал это. Более 12 тысяч школьников боролись за звание самого быстрого чтеца. Участники рассказали, что скорочтение нужно не только для соревнований, но и для жизни. Такой навык помогает быстро читать школьные произведения, учить стихи и развивать логику мышления. О том, как проходил конкурс, расскажет моя коллега Елена Краснова. Прочитать текст на скорость, запомнить, о чем идет речь и точно ответить на 10 вопросов. Все это в финале конкурса «Читаю быстро». Здесь финалисты борются за звание лучшего чтеца Тольятти. «Читаю быстро» — это конкурс по скорочтению среди детей и подростков от 7 до 18 лет. В Тольятти мероприятие проводится уже третий год подряд. Организаторами конкурса выступает объединение детских библиотек и российское движение школьников. Поддержала проект в рамках грантовой программы корпорация «Тольятти Азот». Объединение детских библиотек уже стабильный участник нашей грантовой программы «Химия добра». И каждый проект, с которым они приходят, обычно выигрывает у нас, потому что проекты действительно знаковые, качественные, хорошо проработанные, вовлекают очень большое количество аудитории и, главное, имеют долгосрочный эффект. Вообще конкурс «Читаю быстро» стал уже таким системным проектом, который уже в третий год проходит в Тольятти. И, конечно, это не про чтение художественной литературы, которую, как известно, нужно читать от души, эмоционально, медленно и вдумчиво, а про интеллектуальное развитие, которое в течение этого конкурса дети могут отточить, поскольку на базе Объединения детских библиотек проходит мастер-классы предварительно или какая-то обучающая программа по скорочтению, а потом уже представить себя на соревнованиях по скорочтению. В этом году участниками отборочного тура стали более 12 тысяч детей и подростков. За звание лучшего чтеца боролись не только тольяттинцы, но и жители Ставропольского района. В финал попали лишь 10 участников. Победители выбирали в младшей, средней и старшей возрастной группе. Участники отметили, что для них конкурс стал хорошей возможностью проверить себя. Во-первых, я теперь знаю, что я читаю очень-очень быстро, со скоростью 310 слов в минуту. А еще я впервые участвую в настолько большом мероприятии, мне впервые вообще по телевизор снимают. Для меня лично это первое чувство радости. А что мне это дает? Я соревнуюсь со своим отражением в реальном времени. Соревноваться можно не только с отражением, но и с другими участниками. Просто хочется узнать, насколько более продвинут город среди скорочтецов. И не первый ли мы? Участников наградили дипломами и памятными призами от компании «Тольятти Азот». А победители конкурса получили единовременную стипендию от фонда «Духовное наследие» имени Сергея Федоровича Жилкина. Елена Краснова, Михаил Цуркин. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова